Привет! Сегодня мы расскажем историю о космонавте, который потерялся в космосе. В 1985 году советский космический корабль «Союз ТМ-5» был запущен в космос с трех членами экипажем на борту. В состав экипажа входили командир Леонид Кизим, бортинженер Владимир Соловьёв и инженер-испытатель Олег Отков. Их миссия включала выполнение научных экспериментов, а также совместную работу с экипажем космической станции «Салют-7». Однако во время выполнения задания произошло нечто страшное. Олег Отков, находясь в открытом космосе, потерял контакт со своими коллегами на корабле и перестал отвечать на радиосвязь. Последнее, что удалось увидеть коллегам, это как Отков отклонился от корабля и исчез в космической пустоте. Это стало началом настоящей космической драмы. Команда на корабле не могла связаться с Отковым и начала поиски. Но, учитывая огромные пространства космоса, это оказалось очень трудной задачей. Командир Леонид Кизим и бортинженер Владимир Соловьёв провели несколько экстренных выходов в открытый космос, чтобы проверить состояние оборудования на корабле и обслужить космическую станцию. Они также провели несколько поисковых операций, но так и не смогли обнаружить Откова. Оставшееся время полёта стало для экипажа настоящим испытанием. Они продолжали выполнять свои задания, но постоянно думали о пропавшем товарище. Все они знали, что в случае неудачи миссии им придётся вернуться на Землю без Олега Откова. Через несколько дней после исчезновения Откова команда на корабле получила неожиданный сигнал. Радиостанция на корабле начала принимать слабый сигнал, который, как они поняли, исходил от Олега Откова. Через несколько часов. Они смогли установить связь и выяснить, что Отков выжил после того, как отклонился от корабля. Он потратил много времени и энергии, чтобы вернуться на корабль, используя свой скафандр и остатки своих ресурсов. Когда Отков вернулся на корабль, он был слаб и измотан, но его дух оставался невероятно сильным. Это был настоящий подвиг, и Отков стал героем в глазах многих людей. Несмотря на это, космический полёт продолжался, и команда смогла успешно выполнить свои задания, включая работу на космической станции и возвращение на Землю. Эта история показывает, насколько опасна космическая работа, и как важно иметь сильный дух и готовность к риску, чтобы выжить в крайне сложных условиях. Спасибо за внимание, надеюсь, что эта история была интересной и познавательной для вас. До следующего раза!